приветствую вас дорогие друзья сегодня очень необычная тема расклада это расклад регрессии да я много раз говорила у меня есть отдельный канал да что я не просто таролог я еще психолог регрессолог и вот мне пришла идея сделать вот такой расклад на таком темном оракуле расклад гран табло это большой расклад на 36 карт именно регрессивного характера кем вы были друг другу прошлой жизни загадывайте себя партнера или себя партнершу представьте образ в этом воплощении человека да проговорить его имя возраст хоть расклад и общий но какие-то нюансы могут проиграться и может быть кому-то найдутся ответы на те вопросы которые вы искали через этот расклад это кем вы были друг другу прошлой жизни если оказались в этой жизни вместе да можно загадать не только партнера можно загадать и родителей вот насколько с кем актуально у вас отношения того и загадывайте родителя какого-то коллегу может быть кого-то друга важно по другу кем вы были друг другу в прошлой жизни регрессивный расклад лично записаться на регрессию можно по номеру указаны в описании пишите сообщение ватсах вайбер теле кем вы были друг другу в прошлой жизни давайте начнем первая карта раскладе очень важно она задает тон раскладов смотрите это карт крест эта карта кармическая карта судьбоносная карта говорю что встреча и в прошлой жизни было неизбежно потому что карта крест нас выпадает с вами в доме всадник и в этой жизни встреча неизбежно и всего скорее еще ряд следующих жизней вы будете встречаться я пока буду выкладывать это карта кольцо в доме клевера вы знаете по этой карте я вам хочу сказать что видите как уходит в глубь земли да вот это кольцо в этой шкатулочки видно вам речь о том что из глубины веков из глубины времен эта связь и так как карта выпала в доме клевера то вы продолжаете надеяться на эту встречу оба продолжаете жить этой встречей разговор всего скорее о семейной паре идет ну либо о тех кто планировал семью смотрит меня человек сильный очень кстати вот по карте медведь может проигрываться даже мужчина который смотрит меня часто мужчины смотрят просто они сидят как говорится за печкой за сзади не пишет комментарии или либо пишут очень редко а вот либо очень сильная женщина смотрит которая сама решает свою судьбу вот по карте медведь в доме дерево да это человек вышел на разговор очень сильный и душой и физически я бы даже так сказала ребенок выпадает в доме прошлого в доме туч это говорит о том что каждый раз вы начинаете проходить урок сначала то есть видимо тяжело усваивается какая-то у вас проблема и каждый раз все начинается сначала через ссоры через недопонимание мне самому на что он было видно потому что гранд табло он занимает очень много места требует много места последняя карта в этом ряду выпадает женщина влюбленную доме букета свободно очень интересное внешне и вы знаете рядом карта солнца то есть на протяжении многих веков у вас страсть друг другу либо страсть доказать что-то самой себе вы знаете я хочу сказать что крысы у нас выпадают в доме косы это разговор о том что все таки вы умеете умеете убирать ненужных людей из ваших отношений оба карта сердца как-то сердце у нас выпало в доме любовного треугольника то есть кто-то еще должен тут появиться возможно кармические отношения вы знаете кармические отношения у тебя не бывает связаны вот иногда бывает такая ситуация когда допустим женщина заводит ну к примеру женщина заводит себе любовника и начинаешь разбирать дело регрессию был такой случай начинаешь разбирать эту ситуацию а любовник то пришел по кармическим вот этим тропам не к женщине с которой он завел отношения а он пришел а к мужчине и ее мужу доказать либо отомстить а либо подтвердить что-то да и вот здесь у нас с вами такая ситуация не зря вышла у нас дома рядом значит еще кто еще третий кто-то будет и каждый раз почему-то какие-то надежды и мечты оказываются иллюзорами медведь если меня смотрят девочки ключевой герой судьбоносный возможно ваш срок можно человека которого делали ставку вы каждый раз если смотрят девочки каждый раз вкладываете свои отношения внося в них в эту любовную сферу что-то такое знаете нежно-сладкая нежно харизматичная нежно приятная и с каждым разом вам становится все труднее и труднее это делать потому что в доме саду у нас карта гора то есть тот человек или два партнера которых чтобы рассматривать то что-то один уже вышел не сопротивляются они устраивают вам какие-то испытания ну смотрите то два мужчины и одна женщина оба судьбоносны и интересно как интересно как так не он даже свеча ярче загорелась карта книгам в доме крыс разговор о том что есть еще тайные свидетели вот этих событий которые между вами доме сердца коса каждый раз вы друг друга раните этим любовным треугольником два мужчины одна женщина закручены ситуации вот видите в доме кольца дерево каждый раз все заново каждый раз все заново оба приходят в ваш дом либо вы встречаетесь в каком-то определенном месте все карта дома падает доме книги то есть происходит знакомство либо параллельно либо в ближайшее время с небольшим разрывом друг от друга карта лилии в доме письма вы иногда уже начинаете думать если меня девочки смотрят если мальчики смотрят сейчас отдельно расскажу что может быть как-то надо попросить высшие силы прервать все это вы все-таки хотите одного партнера в доме письма лилия письмо в доме мужчины мужчина вот здесь у нас в доме перекрестка хотите убрать со своей дороги уж кто вам виднее рыбы в вашем доме в доме женщины вы готовите какая-то рыба темная чувство с одной стороны и вложения вроде кажется справедливыми и радостными с другой стороны они таят себе какую-то опасность эти отношения для вас у вас высшие силы в садник у нас выпадает отношения действительно кармические в этом теорийке вас высшие силы не просто так сталкивают это такая задумка высших сил и вы подписали давайте так скажем контракт договор души когда-то очень давно нужно можно попробовать его отменить если вы уже устали вот этих кармических отношений страсть страсть птицы птицы это всегда любовный треугольник в доме птиц у нас карта сердца и вот этот леон треугольник он она протяжении нескольких жизней нескольких воплощений измотал уже всех троих уже каждый начинает подумывать не найти ли мне может быть одиночество через эти отношения в доме ключа у нас карта якорь каждый хочет стабильности а ключ у нас в доме звезд вы знаете вот не зря этот расклад все-таки мне захотелось сделать всего скорее в будущем в ближайшем будущем в этой жизни вы сумеете решить проработать эти уроки карта шанса карта шанса карта клевера причем девочки вы кто смотрите меня сейчас вы начнете проработку пытаться развязать этот узел правда вы еще пока не знаете как вы это сделаете змея в доме креста соперничество соперничество неизбежно между этими душами ну давайте разбираться кто кому попробуем по крайней мере девочки очень интересные внешне девочки которые смотрят меня сейчас вот по этой карте которая готова отдать душу и сердце деньги все что есть для этих отношений для того чтобы была семья для того чтобы вложиться в нее для того чтобы в этой семье развиваться один партнер кармический по карте медведь в вашем доме возможно это мужчина у вас старше либо очень значимый какой-то период времени в этом воплощении вот другой пришедший он в доме дороги да вот и у вас идет борьба возможно по этой карте муж проходит либо наоборот какой-то бывший а это новый который стал может быть мужем а у вас чувства у всех по-разному у вас чувства бывшего возвращаются такое тоже может быть не спроста не спроста вас кружит в этом любовном треугольнике вот прям конкретно видите репрессивный расклад говорит карта сердца в доме птиц в любовном треугольнике ваш долг ваш долг перед мужчиной который вот вас постарше который для вас либо является сейчас супругом важным и значимым человеком либо был когда-то важным и значимым человеком и супругом то что реном картаисты вы очень много его обижали в прошлой жизни и поэтому в этой жизни он пришел как-то на статус и по возрасту постарше и по комплекции покрупнее и по статусу вас посильнее для того чтобы вы ему отдали долг для того чтобы вы его научились принимать для того чтобы вы смогли с ним проработать свое низменное эго без конца капризничать без конца делать претензии то есть вот по карте медведь вообще мужчины всегда проходят такие хозяева то человек хозяин человека щедрый человек авторитетный но человек который любит чтобы все было по полочкам человек который требует чтобы его авторитет признавали и вот у вас с этим человеком должок у вас к нему должок у вас к нему даже вы его не признавали видите рядом карта ребенка вы вели себя как маленький капризный ребенок карта метла дальше идет и дальше карта тучи то есть вы портили каждый раз прошлых жизнях конечно же эти отношения и поэтому вам этого человека дали более статусным более серьезным в этой жизни у вас к нему вроде как и что-то и вспыхивает а потом гаснет да как там вспыхивает потому что когда-то в прошлых жизнях этот человек много вкладывался в эти отношения вы капризничали вы делали свою фи вот и так как природа не терпит пустоты и баланс вселенная рано или поздно все равно восстанавливает вас тянет к этому человеку даже несмотря на то что может быть уже вам кажется уже на протяжении скидки жизни что уже и чувство к нему нет но все равно к нему тянет что вы ему должны отдать долг если вы знаете о ком речь отдайте этот долг примите этого человека таким похвалить его поблагодарить его и возможно придется отпустить но но как только вы его отпустите этот человек с одной стороны его душа готова простить вас и с другой стороны готов повлиять на ваше отношение с другим который больше как друг идет рядом с ним собака с этим человеком с этим человеком что вас связывает с этим человеком у вас встретили высшие силы из-за того чтобы во первых вот этому показать что вы все-таки ценное потому что он тут уже тоже начал подзарываться типа я какой я важный его его тоже имеют свои кармические задачи то есть вот то что я говорила самом начале расклада когда третье лицо приходит в отношения даже неважно женщина это или мужчина треугольники разные бывают как правило третье лицо приходит в отношения за долгом к тому кто страдает знаете и вот еще один партнер пришел к вам для того чтобы вот этого немножко поставить на место который для вас значим которому вы должны чтобы он осознал помог вам пройти вот это принятие вот этот урок принятия у вас с ним конфликтность очень сильная у вас нет доверия друг другу вы раните друг друга постоянно и вместе никак и в ростниках это такие чемодан без ручки а с этим человеком у вас если вы вот с этим с мужчиной останетесь у вас вечером будут любовные треугольники потому что вот этот любовный треугольник на принятие вы не проработаете если начнете отношения то есть выберите не этого медведя а вот этого который вновь пришел то есть вот вот этот мужчина он знаете как индикатор как лакмусовая бумажка в отношениях с вашим главным кармическим партнером тут видите крест тоже недалеко дело в том что смотрите если вы выберете вот этого мужчину который вот ну как бы больше друг вам является нежели супруг да давайте если вы его выберете но он он всегда будет создавать любовные треугольники понимаете он всегда вас будет втягивать любом он и пришел к вам ваши ну давайте так назовем серьезные кармические отношения третьим лицом потому что у него потому что у него роль такая вообще давно уже роль такая быть третьим и быть таким провокатором провокатором от высших сил потому что вот видите всадник он рядом в доме высших сил то есть его высшие силы и наделяют обязанностями наверняка моложе наверняка интересней внешне может быть да харизматичнее они наделяют они наделяют высшие силы вот этого человека такими обязанностями иди туда соблазни ее пусть они оба подумают оценят друг друга если ты удачно соблазнишь и она бросит своего главного мужчину пойдет за тобой то ты ее тоже потом предашь так скажем вот такое самопознание через предательство придется пройти так что думайте думайте и видимо вы давно так заигрались ваши души что реально получился узел кармический серьезный потому что смотрите карта группы она в доме якоря а якорь у нас в доме ключа но я еще раз говорю в будущем вы можете разрешить если правильный выбор сделаете если сумеете принять вот этого партнера с которым либо проживаете либо проживали а потом метнули с другую сторону принять принять его таким какой он есть проработать в себе обиды да и мне сразу из потока сейчас прислала информация это кстати может быть может быть и отец у кого-то проиграться у кого сложные отношения с отцом да пока вы не проработаете отношения с отцом не примите своего отца потому что здесь видите опять в киае есть и он в доме дома пока не проработать у вас не будет он будет влиять на ваши отношения с мужчинами это просто еще одна ветка вот этого расклада еще один вариант трактовки этого расклада так что девочки смотрите тут совсем не обязательно любовный треугольник как таковой а обратите внимание на свои отношения с вашим отцом он тоже значимый человек и эта карта тоже показывает кстати карта ребенка вы можете для него быть родитель дочери и возможно в прошлой жизни более дочери и до тех пор пока вы не научитесь его благодарить а вы дочь конфликтная и так оно просматривается на протяжении либо в той в том варианте если вы были допустим партнерами прошлой жизни либо в том варианте если он родитель вы ребенок в любом случае вы его не принимали не ценили не благодарили и этот урок вам нужно пройти в этой жизни и я вижу что у вас получится понимаете я вижу что у вас получится может быть этот расклад именно и станет таким толчком что ли для этого и вот когда вы проработаете свои отношения с отцом тогда он даст добром видите корабль в новое корабль в доме ребенка корабль в ногах те карты которые у героя в ногах это действие то есть вот этот значимый мужчина если мы сейчас его рассматриваем как отца для вас даст ход на отношения с мужчиной вы сумеете договариваться и здесь уже карта птицы рассматривается как возможность договориться с мужчинами то есть возможно у вас если у вас не ладится те кто меня смотрят девочки одинокие личная жизнь с мужчинами да это говорит о том что у вас не проработанные отношения с вашим отцом ваши обиды у вас нет благодарности к отцу как только вы это сделаете потому что это нужно вам а не отцу неважно жив он сейчас или нет да тогда у вас начнется а вы поднимете свои энергии да мужчины сами вас будут находить вот здесь тогда образ этого мужчины либо как какого-то конкретного партнера да с которым не ладится сейчас либо образ мужчин вообще в вашей жизни которые должны приходить к вам и они будут приходить высшие силы так решили вы с этим мужчиной пересекаетесь на карте лилия да то есть как только еще раз говорю это еще одна трактовка этого реверсивного расклада как только вы проработаете свое отношение к отцу высшие силы вам посылают встречу с мужчиной или с мужчинами с которым будет и любовь и страсть и преодоление всяких трудностей понимаете вот вот о чем речь здесь крыса у нас с вами в доме косы это еще одна такая маленькая заметка к этому раскладу регрессии о том чтобы вы научились не слушать других людей в плане в плане тех кто что-то вам советует в вашей личной жизни не важно какой сферы это касается одно дело если вы спрашиваете совета да стоит прислушать если вы этому человеку доверяете да это может быть и психолог и регрессор и таролог и какой-то родственник или еще кто-то или друг или подруг но если вы не спрашиваете а крыс именно те кого не спрашивают лезут то тогда учитесь не давать этим людям не позволять этим людям ранить вас их болезненными какими-то их болезненным опытом потому что у каждого не думает они будут говорить по-своему как они видят эти отношения и конечно они будут за своей колокольни судить а вы будете допустим вам скажут ой да что ты какого там себе нашла да какие-то там подруги на работе скажут или бабки на мамочке скажут да он какой-то такой в очках прыщавый некрасивый да и вы посмотрите скажете правда вроде прыщавый и правда вроде некрасивый А душа-то ваша к нему еще из прошлой жизни тянется. Поэтому речь о чем? Не надо допускать никого в свои отношения. То есть поняли, здесь два варианта расклада. Либо и так, и так может проигрываться. Редко бывает, когда две таких крупных серьезных задачи проработка отношений с отцом и с супругом, либо с нынешним супругом в одну жизнь берется душой. Ну, может быть и такое. Может быть и такое. Поэтому делайте вывод. Если у вас есть сейчас значимый мужчина, это либо бывший супруг, либо нынешний супруг, от которого вы вроде бы хотели слиться, примите его таким, как есть, проработайте принятие. Проработайте принятие. И увидите, что человек изменится. То есть начните менять себя и увидите, как изменится человек. Если вы не имеете отношений, этот расклад тоже является для вас подсказкой. Вам нужно проработать отношения с отцом. У вас кармический долг перед вашим отцом уже в этой жизни. И тянется он из прошлой жизни. Вы не признаете авторитет отца. А отец это первый мужчина в жизни женщины. Если вы не признаете авторитет отца, всех остальных мужчин вы автоматически не признаете. Соответственно, у вас не складываются отношения, потому что вы в таких энергиях. Я желаю вам все понять, во всем разобраться. Что непонятно, спрашивайте. Пока-пока.